Всем привет! Сегодня мы продолжим с того, что будем измерять производительность нашей сети и вообще разбираться с инструментами, которые снимают метрики нашей сети. Подчеркиваю, опять же, я не слишком крупный специалист по сетям, но то, что мы можем видеть со стороны операционной системы, какие-то базовые показатели, мы с вами изучим. Мы рассмотрим именно основные инструменты, а ближайшие там один-два урока будем применять эти инструменты для решения реальных каких-то кейсов по проблемам производительности. Если говорить по LP, по программе, которого мы с вами продолжаем идти, это у нас тема 200.1, продолжение мониторинга. В частности, мы говорим именно о метриках сетевой подсистемы. Все, что связано с проблемами их с устранением, будем решать на следующих занятиях, как я вам сегодня уже говорил. Работать будем с нашим любимым CentOS. У Ubuntu инструменты базовые все те же самые, разве что они могут ходить в состав других пакетов, и немножко может отличаться вывод. Эту разницу всю я вам распишу в доках, которые я продолжаю выкладывать на GitHub. Надеюсь, вы нашли в себе силы разобраться с GitHub, если вы вдруг до этого с ними работали. И я еще параллельно всю эту неделю провожу ревизию по нашему LP-ку первому и тоже вношу изменения в документы. Вы там можете посмотреть по истории пушей, будет видно, что я где менял. Значит, мы с вами работаем с CentOS. Инструментов по снятию метрик сети, вообще по анализу того, что у нас происходит в сети, куча. Каждый админ выбирает себе любимые, работает с ними, но есть какие-то базовые вещи. В частности, у нас всегда с вами есть команда ifconfig, интерфейс config, которая нам помимо того, что может конфигурировать интерфейсы, если ее вызывать без ключей, она нам выводит параметры каких-то интерфейсов. Надо в этих параметрах немного ориентироваться, поэтому я вам сейчас скажу. Основные вещи мы уже знаем. У нас здесь есть с вами имена интерфейсов. Далее у нас есть с вами флаги. Флаги у них есть числовое значение, которое по сути отражает вот это текстовое значение. Тут есть у нас, так скажем, сведения об этом сетевом интерфейсе. Он у нас включен. Адрес на нем может относиться к широковещателю сети. Сетевая карточка у нас работает, запущена. И есть у нас здесь еще мультикаст, возможность работать с мультикастом. Вообще про эти все касты нужно почитать отдельно. Юникасты, инникасты, бродкасты. Это все различные методы передачи трафика в IP-сетях. Нам в данный момент это все не особенно интересно, но кто хочет, может это все почитать. Дальше есть важное значение МТУ. Как правило, оно дефолтное полторы тысячи. МТУ это Maximum Transmission Unit. Это максимальный размер полезного блока информации, который передается в рамках одного пакета. То есть у нас в пакете, когда мы по сети передаем данные, помимо важной информации, которую мы передаем, есть еще служебная информация, всякие заголовки. И в зависимости от того, какой у нас МТУ, будет понятно, какая часть пакета у нас отдана под полезную информацию, а какая под служебную. Как правило, по умолчанию у нас здесь всегда полторы тысячи, но можно это значение менять в зависимости от каких-то конкретных задач. Опять же, это все глубоко, сейчас нам это знать не нужно. У нас здесь есть с вами наш адрес, у нас здесь есть наша маска, у нас здесь есть с нами широковещательный адрес сети. Все это мы с вами проходили в рамках LP-ка первого. Из интересных вещей, которые мы здесь видим, на которые мы обычно не обращаем внимания. У нас здесь с вами есть TX-Q-Length, длина, ну даже длина, это дословно длина очереди передачи, TX и RX, вот они, TX-Transmit, передать данные, RX-Receive, получить данные. Соответственно, вот эта вот длина очереди, по сути, это размер буфера передачи. Когда он у нас достигает вот этого значения, тысяча, кстати, я вам не сказал, что вот здесь в МТУ полторы тысячи, это размер в байтах. В то время как вот это вот значение, это у нас уже значение в пакетах. То есть вот это вот у нас количество полезной информации в пакете, а это количество пакетов. Как только у нас становится количество пакетов равно тысяче, у нас отправляются эти пакеты по сети. У Ubuntu этот TX-Q-Length где-то в конце выводится, но тоже здесь он есть. Опять же, вы можете сейчас особенно голову себе этим не засорять, это так себе полезная информация, мы посмотрим интересное дальше. Значит, здесь у нас помимо этого есть, собственно, сколько пакетов было Received, получено, сколько пакетов было transmitted, отправлено. То же самое в байтах, и здесь уже показывает, так скажем, Human Output в человеческом виде эту информацию. Дальше, количество ошибок. Ошибки Received – получение, ошибки Transpied – отправки. Эти ошибки можно разделить, вы видите, на Dropped пакеты. Dropped – это у нас отброшенные пакеты. Чаще всего здесь, например, могут быть отброшены пакеты, если у нас не настроен адрес IPv6, но, тем не менее, мы получаем пакеты IPv6. Поэтому мы можем в ресивах отбрасывать такие пакеты, если мы не умеем их слушать. Ну, разные могут быть причины, опять же, об этом мы еще будем разговаривать. Дальше, вы можете видеть, что у нас есть еще оверраны. Оверраны – это у нас First In, First Out буфер-эроры. Это когда у нас с вами буфер переполняется. У нас есть здесь буферы. Вообще, отправка по сети – это отдельная очень интересная тема. Нужно почитать модель ISO оси сетевую и вообще в этом более-менее так ориентироваться. Так вот, есть буферы. Если этот буфер у нас переполняется, а ядро его не успевает очищать, у нас здесь тоже появятся ошибки. Дальше, видите, у нас есть различные параметры для ресива и для трансмита. Дело в том, что у нас принимаются пакеты по одной технологии, отправляются, грубо говоря, по другой. Но то есть прием и отправка – это неидентичные действия, поэтому здесь у нас разные метрики. Для приема у нас вот здесь вот есть фрейм такой параметр. Он показывает нам не целые кадры. Как правило, какие-то кадры, которые у нас не кратны восьми, то есть у нас что-то мы недополучили по какой-то причине. Эти ошибки у нас, как правило, связаны с тем, что у нас с вами не работает свитч корректный, какой-нибудь порт сбоит. Опять же, если мы говорим о фреймах, о кадрах, кадры у нас на второй, по-моему, на втором уровне модели ISO оси – это канальный уровень, то есть тут уже работа с железом начинается. Когда мы с вами отправляем пакеты, мы их в любом случае отправляем кадрами, поэтому у нас там никаких сбоев по кадрам быть не может. Мы их отправили в сеть, что с ними дальше произошло, нам как бы, ну, не важно. Поэтому у нас параметр фрейм, он есть только для ЕСИ, для полученных пакетов мы так и контролируем. У трансмита есть зато еще карьер и коллиженс. Опять же, здесь уже начинается такая радиоэлектроника, достаточно такая интересная. Если говорить о карьере, карьер – это у нас носитель, дословно, это уже тот уровень, на котором цифровая информация преобразуется в аналоговую. У нас есть с вами понятие модуляция, у нас есть с вами понятие такая внесущая волна, и вот как раз-таки проблемы вот этой вот внесущей волны, они могут вызывать вот здесь вот какие-то ошибки. Как правило, это проблемы такого сетевого уровня, как какой-нибудь кабель, то есть среда передачи данных. И есть еще у нас коллизии. И с коллизиями чаще всего связаны проблемы, если у нас устройство настроено, допустим, в полудуплексном режиме, а switch в полнодуплексном режиме и так далее. Сейчас, как правило, у нас везде установлен авто-дуплексный режим, когда сетевые устройства сами между собой договариваются. На всякий случай скажу, что полудуплексный режим – это когда у нас устройство в один момент времени может или принимать, или отправлять данные, как рация. А полный дуплекс стандартный, когда у нас устройство может одновременно и получать, и отправлять. Раньше у нас было полным-полно полудуплексных устройств. Наверное, осталось и сейчас. Но, говорю, сейчас у нас чаще всего сетевые устройства умеют сами между собой договариваться. И здесь никаких особенных цифр нет. Единственное, что здесь нужно знать, что вот эти вот циферки должны быть максимально приближены к нулю. Если у нас нолики здесь, значит ошибок нет. То есть, если вы замечаете какие-то проблемы в системе, вы можете сразу выполнять команду нашу вот эту вивконфиг. Мы с вами уже вот сколько говорим. Может, появилось что-то. Ничего не появилось, трафик пробежался. И можно зайти, посмотреть, если у нас есть ненолики, здесь уже можно думать о том, что у нас произошло. И как-то дебажить всю эту штуку дальше. Мы с вами здесь не поговорили еще о скопе. У нас здесь есть такое понятие, как скоп или область. Вот я вижу. Вот здесь скоп, вот здесь скоп, здесь у нас хост, здесь у нас линк. Это параметр, который говорит о том, как далеко айпишник наш известен за пределами данной системы. Тут бывает глобал, сайт, линк, хост. Глобал у нас глобальный публичный айпишник, который маршрутизируется в интернете, известен везде. Сайт, параметр здесь бывает, он у нас действительно для адресов IPv6. У нас здесь только самонастроенный IPv6, поэтому у нас здесь ничего особенного про них не добавлено. Линк говорит о том, что наш адрес действительно в пределах нашей локальной сети. Это так и есть, вот наш адрес в пределах локалки. Вариант хост, вот он здесь для нашего петлевого адреса 127.0.0.1 говорит о том, что этот адрес валиден только в пределах данного хоста. Опять же, это мы с вами так пробежали здесь, посмотрели, что есть. Этого требует LP, а мы с вами сейчас доберемся до интересного. Значит, и я еще должен сказать, что если вы ставите CentOS Base, то есть базовый CentOS, в котором минимум инструментов там и в конфига нет, то для него надо ставить, по-моему, Network Tools пакет или IP Tools, не помню. Но там можно выводить информацию по сетевым интерфейсам командой IP ADDR. И, в принципе, выводится все приблизительно то же самое, только меньше параметров. Значит, теперь самый важный инструмент, который вообще есть, это Netstat. Netstat бесконечно полезная команда. Можно посмотреть по ней мануал. У нее огромное количество ключей. Вы выбираете ключи под каждый случай, в принципе, который у вас есть. Тут очень много интересных настроек, но есть такие основные вещи. Например, есть Netstat минус IE. Он отображает нам, в принципе, информацию об интерфейсах. Мы видим все то же самое, что нам выводил и в конфиг. Но это просто так, для информации. Мы можем сказать Netstat минус S и вывести статистику. Статистику здесь уже побольше будет информации. Кому интересно, можете посмотреть, что здесь вообще происходит по IP протоколу, по протоколу ICMP, TCP и так далее. Здесь много-много разной информации. Причем, я не помню, еще какой-то ключ есть, который выводит расширенную статистику. Здесь вообще на три страницы можно листать и детально смотреть, что происходит с сетью. Самый широко используемый в интернетах у нас ключ – это TUNA. Значит, минус TUNA. Что это значит? TCP показывает нам порты. UDP показывает нам порты. N – нумерик значения. То есть показывает нам числовые значения адреса IPv4, IPv6, а не DNS имена. Потому что DNS имена иногда он будет долго резолвить, отправлять запросы DNS. Мы будем сидеть с вами ждать. Чаще нам достаточно цифровых значений. И A – показывать все, собственно, соединения, так скажем. Все, что имеется в виду. Показывать не просто, какие у нас есть порты, которые мы с вами слушаем. Еще показывать все установленные соединения. Для протоколов IPv4 это имеет значение. Ну и вообще для IP протоколов. И вот мы с вами видим что? Мы видим протокол TCP, TCP версии 6, UDP, UDP версии 6. Мы видим очередь получения, очередь отправки. Мы видим по каким, вот эта очень важная строка, как мы слушаем что-то. Например, вот мы видим, что по протоколу TCP мы слушаем. Нолики означают для всех сетевых интерфейсов мы слушаем порт 111. То есть порт 111 у нас открыт в состоянии слушать. Для всех сетевых интерфейсов у нас слушается SSH, порт 22. В частности, вот здесь вот ниже, так как мы указали ключ A, мы видим establish соединение. Мы видим то, что я со своего компьютера, пока я вам задом наперед говорю, что я вот со своего компьютера, откуда, с вот такого вот порта подсоединился на наш компьютер, 103, на порт 22. И соединение у меня established. Ну и дальше. Двоеточие такие тройные, это то же самое, что 0.00, только для IPv6. Ну и собственно все, что нужно знать. Я на самом деле больше люблю вывод ntube. Он не сильно отличается, но давайте его посмотрим. ntstat, точно так же, надо понимать, что значат все эти значения. Можно в любом порядке указывать эти буквы, я просто так запомнил. Точно так же нумерик значения, tcp, udp, но только в данном случае я уже хочу просматривать только то, по каким портам мы слушаем. То есть мне все равно, что я сейчас установлю, но я хочу просто посмотреть, какие порты у меня открыты, чтобы знать, что происходит в системе. Лисинг порты я хочу посмотреть. И ключ P, который покажет мне программу, которая у меня слушает этот порт. Причем не просто программу, он еще и аидишник их покажет. То есть вот этот вот мой любимый ntube. Здесь информации стало немножко побольше. У нас исчезло сведение об этом established соединении. Зато теперь я вижу еще, какая программа что слушает. В частности, я вижу, что вот, да, действительно, SSH Demon, у которого PID 837, слушает по порту 22 IPv6 протокол. Точно так же этот же самый SSH Demon, вот у меня слушает IP обычной версии 4, точно так же по всем сетевым карточкам. Порт 22 слушает. Мы с вами с Netstat будем, как раз говорю, возиться на следующих занятиях. Нужно просто понимать его стандартный вывод. Опять же, это не значит то, что у вас все эти соединения открыты в интернет. Вы можете сказать IP tables, чтобы у него была политика минус там A input drop, то есть минус P input drop, политика блокирует все соединения. Тем не менее, у вас Netstat все равно покажет то, что у вас есть сетевая карточка, у вас есть сетевые демоны какие-то, которые слушают вот эти порты. Это не значит, что к этим портам обязательно можно подключиться. У вас фаервол может это все блокировать. Тем не менее, через этот вывод вы можете увидеть, какие у вас есть демоны и что они вообще слушают. Это прям действительно очень полезная, очень важная информация. Ну, говорю, к Netstat мы еще будем возвращаться. Что нам нужно еще узнать? Есть такой пакет, давайте сразу поставим все пакеты, которые нам сегодня пригодятся. У меня здесь вряд ли есть Vget, который умеет скачивать. У меня здесь вряд ли есть iftop, мы с вами говорили об обычном топе, htop, iotop, теперь будем говорить о iftop, тот же самый топ, только для интерфейсов. И еще есть nload, еще есть nmon, но о нем мы тоже будем говорить позже. Вот эти сейчас скачаем три пакетика. Значит, iftop, он у нас умеет очень красиво показывать, какие у нас в данный момент существуют соединения. Я, наверное, сейчас параллельно открою в еще одном окне доступ к нашему Linux, чтобы там грузить сеть. Да, соглашаюсь я со всем этим. Он скачивает нам наши пакеты, распаковывает, мы это все делать уже умеем. Для начала запущу iftop. Он сейчас еще будет некоторое время показывать соединения, скорее всего, которые были при загрузке. Вот он показывает то, что есть у нас какая-то информация, которая отправляется на адрес 4214. Это моя машина, с которой я сейчас подключен по SSH. И какая-то информация у нас бежит на gateway. И вот он здесь нам показывает какие-то значения. Значит, что у нас здесь есть такое? Псевдографика. Точно так же у нас есть transmitted, отправлено, RX, получено, total всего. Coom у нас показывает, сколько, собственно, всего было трафика скачано, получено. По-моему, с момента запуска программы. Peak показывает пик за последние 40 секунд, сколько чего произошло. Rates показывает точно так же среднюю скорость за последние по столбцам 2 секунды, 10 секунд, 40 секунд. Опять же, в данном случае ничего не происходит, поэтому, чтобы что-то произошло, давайте я в соседнем окне скажу какой-нибудь YAM, install, вы этого не видите, буду скачивать какой-нибудь пакетик. И вот он пошел, пробежался, нашел пакет, начал его скачивать. Вы видите, что вот с какого-то зеркала Maxus Pro прошло соединение, я что-то скачал. Но это было слишком быстро, поэтому давайте я сейчас возьму и запущу скачивание какого-нибудь дистрибутива CentOS через VGET. Все, я запустил скачивание, вы сейчас увидите здесь, что и в топ это заметят. Вот я скачиваю зеркало WelcomeNet, видите, стрелочка налево, то есть я скачиваю. Вот я скачал уже 4 МБ, 3 МБ, вот здесь наверху он показывает суммарный трафик. Здесь потихонечку наверху вот эти столбцы будут изменяться и показывает, сколько я уже скачал. Ну, такой достаточно полезный инструмент. Плохо то, что, например, для того, чтобы поставить его на CentOS V, нужно очень сильно повозиться. Мне буквально на днях было нужно, я не смог. Пришлось олдовыми инструментами пытаться получать информацию. А здесь это и в топ хорош тем, что он показывает не просто откуда мы качаем, он показывает нам еще скорость и количество скачанного. Это действительно очень удобно. Значит, я его пока давайте закрою спокойненько через Q и посмотрим еще один инструмент, который мы скачали, это Endload. Endload у нас выводит красивые графики. Он умеет выводить красивые графики. И вот он показывает нам для входящих пакетов, для сетевой карточки видите наверху, ENP0S3, адрес 42.103, как у нас сейчас происходит загрузка сеточки. То есть можно вот так вот тут поглядывать и смотреть. Здесь точно так же есть текущее, среднее, минимальное, максимальное всего. Достаточно такой симпатичный инструмент, но не серьезный. На него полагаться, я думаю, нельзя, это так побаловаться. Есть еще очень интересный пакет. Для того, чтобы на него посмотреть, мне придется подключиться к одной системе древнючей Центусу. Давайте я сейчас это сделаю. Вот я подключился к одной удаленной системе, спрятал от вас ее имя. Значит, тут у меня установлен пакет VNStat. Он мне нужен был для чего? Мне нужно было снимать информацию о том, ну вообще статистику используемого трафика, потому что я в конфиг не справлялся. К Zabbix я эту систему подключить не могу, потому что там очень нужно экономить трафик. Так не нужно было что-то с этим делать. Кучу решений я перепробовал, и самым удобным оказалась у нас VNStat. Сетевая статистика, которая по умолчанию выводит мне информацию по базе данных. Он мне показывает, сколько было трафика скачано, допустим, сегодня, вчера, месяцам и так далее. У него есть множество ключей, например, VNStat минус H по часам. И он мне покажет в течение дня, в какое время было скачано, сколько трафика. Могу сказать минус D, и он мне покажет по дням, сколько было скачано. По-моему, минус T, и он показывает топ-10 дней, в какой момент было скачано, сколько трафика. То есть такая действительно удобная штука. По-моему, можно точно так же по месяцам. Я лично загнал информацию вот об этом всем через специальный скрипт Zabbix. То есть я сделал скрипт, который собирает эту инфу, парсит ее, отправляет Zabbix. В Zabbix я эти значения снимаю. И, в принципе, получается довольно-таки красиво. Ну и чтобы хоть как-то было это понятно, давайте еще посмотрим в Zabbix. Zabbix умеет рисовать стандартные графики входящего и исходящего трафика. Он нам показывает в среднем, вот вы видите, скорость в промежутке времени. Можно еще выводить Total Traffic. Можно, исходя из этого, пробовать делать какую-то статистику по потреблению трафика. Но это, как правило, невозможно. То есть Zabbix у нас не биллинговая система. Статистику он снимать не сможет и базу данных тоже не сможет ввести. Он может вам, как мониторинг, снимать скорость. Просто в данный момент времени усреднять ее и показывать. То есть биллинг на нем построить не получится. Но вот так в среднем выглядит график. Можно какой-нибудь участок его приблизить и посмотреть. Вот, например, тут был какой-то всплеск 20-52. Вы видите, он показывает, как скорость скакала. Ну что же, такое базовое ознакомление с инструментами мы провели. Основные такие метрики, так скажем, посмотрели. По сетям тут не так уж это все и важно. Тут важна скорость приема, скорость отправки. Всего трафика получены, отправлены и какие-то ошибки. Интересно, это все будет дебажить в реальных кейсах, которые мне предстоит еще придумать. Я думаю, я что-нибудь интересное изобрету. На данный момент, я думаю, для ознакомления этого всего достаточно. Спасибо, что смотрели. Возвращайтесь еще. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!